Подумай о будущем. Подростки слышат эту фразу постоянно. Будущее становится страшилкой, которая маячит из-за угла и пугает неизвестностью. И тем не менее в него приходится шагать, не всегда ясно понимая, куда идешь. Принимать решение о собственном будущем любому молодому человеку приходится в условиях неопределенности и давления. Узнаем сегодня, как у них это получается. Мне с самого детства говорили, что я умный, одаренный ребенок. Ой, ну ты еще не знаешь, а ты же уже в девятом классе, тебе же уже скоро поступать. Такой отличный парень, зачем ты вообще ушел? Либо это нервный срыв, либо забирать документы. Когда идет поддержка, тебе не страшно сделать неправильный выбор. Если потом появляется мотивация на то, что учиться, да гор свернут. Детство и юность принято представлять беззаботной порой. Но те, кто помнит себя в этом возрасте, понимают, что это ложь. И один из моментов напряжения как раз то самое будущее. Сегодня у нас в студии трое десятиклассников. И вот скажите, пожалуйста, кто из вас слышал мрачные прогнозы о своем будущем. Когда я пришел забирать документы с десятого класса, мне сначала говорили то, что это очень эмоциональный и импульсивный выбор. То, что не стоит так делать, то, что ты потом можешь об этом пожалеть и так далее, и так далее. Так, минуточку, подожди. Ты забрал документы из десятого класса? Да. Учился, 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 учился. А потом? Проучился, получается, до января. И потом я понял то, что все-таки пока что на высшее я не хочу идти. В будущем возможно, но просто если после одиннадцатого там все очень сильно зависит от ЕГЭ. То есть, если после девятого у тебя есть возможность на любую пойти профессию, так как без разницы, что ты сдаешь, что с ЕГЭ там все намного сложнее. То есть, ты сдаешь определенные предметы, ты можешь пойти только на определенную профессию. И я подумал то, что нет, все-таки сейчас я лучше пойду в колледж, а там будет дальше видно. Как ты принял это окончательное решение, что тебя к этому подтолкнуло? Начали говорить, куда ты будешь поступать, какие тебе ЕГЭ сдавать. Сначала я думал то, что, ну, как большинство сдают, сдам общество знаний, профильную математику, но потом понял то, что очень сильно ограничивается выбор профессии тогда. Да, с общество знаний, профильной математикой можно много куда поступить, но все же это не то, что после девятого класса. Ты сам это все вот так решил и проанализировал? Да. Лежал дома на диване и размышлял, чего же я хочу в будущем? Да. А потом однажды вышел к родителям и говорит, вы знаете, дорогие родители, я забрал свои документы. Или как это было? Это было, ну, это обсуждалось на самом деле не совсем один день, это обсуждалось, наверное, полмесяца, может быть, недели две-три. Это стояло под осуждением, под обсуждением. Вот. Минуточку. Вот это оговорочка, да, давай ее обсудим. Под осуждением или под обсуждением? Обсуждением, нет-нет. Я когда пришел, сказал, мне сначала сказали, давай ты доучишься до конца десятого класса и там ты будешь смотреть уже по ходу дела, что тебе делать. Это кто так сказал, учителя или родители? Мама так сказала. Ну, я бы тоже так сказала, ты знаешь, я ее понимаю. Вот. Сначала мы попытались подать все же еще раз документы в колледж, потому что там на самом деле довольно поздно закрывается приемная комиссия. И я не успел ровно на три дня. А как ты учился в школе, кстати? Девятый класс я закончил без единой тройки. То есть, получается, у меня ОГЭ сдано на 4-5. То есть, ну, в десятом, конечно, пошло все немножечко похуже. Там, получается, полугодие я закрыл с двумя, вроде бы, тройками, если я не ошибаюсь. Тебе просто прям вот мучительно было так в школу ходить. Да, меня просто очень сильно волновало само ЕГЭ. То есть, возможно, да, это было немного эмоциональное решение, но я не жалею о нем. То есть... И так в январе ты забрал документы, и что ты делаешь все это время? Сейчас уже май. Это время я подрабатывал, я листовки раздавал, потом я аниматором работал в ресторане у детей. Ну, так везде по мелочи. Как тебя взяли? Тебе нет 18 лет? Там аниматором можно работать. Там, получается, просто определенное количество часов и идет согласие родителей. Вот, там, чтобы после комбинатского часа не работать, там, все договорились, все хорошо было. А листовки, в принципе, сейчас всех школьников берут на раздачу листовок. Было ли тебе морально, может быть, сложно перед своими ровесниками, которые тебе говорили, Никитин, такой отличный парень, зачем ты вообще ушел? Были люди, которые говорили, вот зачем ты ушел, это глупо, не стоило этого делать. Ну, я за все это время, с января, я, наверное, думал об уходе, раза два, может быть, когда мне просто было скучно. И все, я постарался об этом просто сильно не задумываться, как бы, что сделано уже, то сделано. И дальше уже просто, кто бы что ни говорил уже, не обращая внимания просто. Что ты узнал за вот эти несколько месяцев, когда имел возможность поработать? Я работал не на кухне и не официантом, но я увидел, что это за работа. Общепит, вещь не самая хорошая. То есть ты понял, что ты туда не хочешь? Да, потому что у меня были мысли пойти на повара, я когда-то хотел, но получается, а там, получается, детская комната была прям близко с кухней. И то есть я, в принципе, подходил, узнавал, каково это, как это работать. И я посмотрел и понял то, что нет, это все же не мое. Когда работал аниматором, я до этого еще задумывался по поводу театрального, и я вот до сих пор раздумываю над этим, чтобы закончить театральное. Но пока не уверен. За счет того, что было больше свободного времени, я познакомился с большим количеством людей с разными профессиями. То есть... Где же ты с ними познакомился? Вы знаете, это настолько спонтанные встречи. То есть я просто шел по киевскому вокзалу, ко мне подошел мужчина, он продавал свои книги. Все. Ну, то есть не то, что познакомился, а просто вот я стоял с ним там, поразговаривал. Потом получилось так, то что я познакомился с программистами, тоже с ними об этом разговаривал. С флористами, ну, с очень большим, в общем, количеством, чем до этого. Потому что до этого было довольно сложно определиться с выбором профессии, потому что профессий все больше и больше, а вокруг нас люди с не столь разнообразными профессиями. Да, мы знаем основную суть этих профессий, но мы не знаем все то, что скрывается, то есть за этой прекрасной картинкой, что на самом деле там происходит. И то есть это полезно знакомиться с людьми, которые работают, и чтобы они рассказали всю правду. Я считаю, то есть я бы, допустим, также хотел есть, что это достижение, потому что, в принципе, я в будущем тоже хочу объединить как можно больше мест, чтобы узнать различия разных культур, наций. Своими размышлениями ты делишься с родителями? Да. Их не тревожат вот такие твои мечты? По поводу путешествий нет, то есть они это одобряют, они говорят, давай сейчас отучишься, пойдешь работать, накопишь и будешь путешествовать, заниматься тем, чем ты хочешь заниматься по жизни. То есть все-таки ориентируют на то, что это нужно немножечко отсрочить, получить хоть какое-то профессиональное образование, поработать, ну и потом уже. Ну то, что получить какое-то образование, я сам считаю то, что все же, как бы то ни было, как подстраховка, оно нужно. В какую сторону ты смотришь, в какой колледж ты собираешься поступать? Я подаю, получается, на программиста, на архитектора, на повара, на коммерцию. Слушай. На бортпроводника еще. На бортпроводника, то есть куда выстрелит или как? Мне сложно определиться с одной профессией, потому что я не могу представить, чтобы я всю свою жизнь работал на одной и той же профессии. Я не люблю что-то монотонное. Я не могу заниматься одним и тем же делом очень долго. Мне нужно постоянное разнообразие. И поэтому я, в принципе, также мне сложно определиться с профессией. В каждой из этих профессий есть для меня что-то свое интересное. Лиля, ну вот наверняка многие скажут, что Никита зря так сделал. Однозначно, родители его распустили. Ну и вообще, это неподходящий способ жизни для серьезного человека. Ну, мне кажется, что здесь сейчас прям очень четко видно, как мышление и формат мышления ребят сейчас, которым 16-17-18 лет, он отличается от нашего. И это правильно, нормально и круто. Потому что и жизнь сейчас, и мир все вокруг отличается от того, когда нам было по 16-17 лет. Да прекрасная мама что поддержала, да молодец просто. Потому что поддержать, дать чуть-чуть уверенности, а со своими размышлениями и с поддержкой со стороны родителей, да, конечно, все получится. Стоит ли так разбрасываться и метаться между архитектором, условно, и бортпроводником? А когда еще метаться? В 40 лет? Сейчас надо метаться, конечно же. И сейчас пробовать, и разговаривать, и смотреть. Видите, попробовал, увидел, что там, какая работа, какая внутрянка. Они же тоже, вот видите, понимают прекрасно, ребята, что картинка, которая создается там, я не знаю, где-то в буклетах, это одно. А то, что внутри, это совсем другое. Годам к 18-19 он точно поймет, и это как-то воронка, да, сузится, и будет понятно, куда уже дальше идти. Потому что действительно очень сложно. Они, вот находясь вот в этих рамках, они сдают общество знания, значит, там с этой математикой, идут в какой-то вуз, учатся, и потом там плачут. Потому что они понимают, что они поступили, дальше сложно, дальше не нравится, а куда и чего делать, непонятно. И таких случаев, ну, просто огромное количество. Мир поменялся, и нам надо привыкнуть к тому, что мы по-другому, мы поменялись и по-другому будем выбирать себе профессию. И даже не одну на все года. С другой стороны, для того, чтобы, ну, например, стать программистом, нужны действительно глубокие, серьезные и фундаментальные знания. А если прекратить учиться в 16 лет и начать там пробовать себя, сможет ли человек заставить и вернуться вот к этому глубокому изучению предмета? То есть должна быть определенная привычка. Прям можно подумать, что те, кто учится в институтах, прям великолепно приобретают привычку учиться. Ну, давайте посмотрим правде в глаза, точно не все. Поэтому здесь, если потом появляется мотивация на то, что учиться, да горы свернут. Тут же, ну, это же самое главное. Поэтому, если сейчас понять, смотрите, уже понимает Никита, что он точно хочет, что нет, есть вот такой пул. Ну, и согласитесь, уже не 50 профессий сейчас предложил, да? Ну, их намного меньше. Из, там, десяти потом можно выбрать три, потом одну, и вот она, пожалуйста. И ты понимаешь, что у тебя еще есть, там, потом для дальнейшего развития. Ну, и потом, если появится мотивация учиться, так его никто не сломит вообще с этого пути. Он и программирование освоит, если захочет, или, там, буропродником станет прекрасной какой-нибудь крупной авиакомпанией и будет нам рассказывать, как он летает. Девчонки, у вас хочу узнать, насколько на вас давит необходимость определиться с будущей профессией, вот как раз в том возрасте, когда вы еще о жизни, ну, мало что знаете? Ну, лично я всегда знала, что пойду в высшее учебное заведение, потому что я понимала, что нужно закончить институт. Для меня, как бы, это престижно. Для меня был больше вопрос с направлением определиться с будущей профессией. Это ведь тоже очень сложно. Хочется же попробовать, а попробовать где попробуешь? Сначала хотела стать врачом, потом журналистом, потом еще кем-то. Но все-таки я сначала понимала, что пойду в институт, поэтому мне было касательно в этом плане легче. Вот с направлением определяться было сложно, но на меня не оказывало такое большое давление семья. Они мне сказали, что, скорее всего, к концу десятого класса я смогу определиться с этим вопросом, отвечу на него самой себе. И так, на самом деле, и произошло. То есть родители просто верили в тебя? Ну да. Конечно, папа меня как бы настраивал на медицинское идти, потому что он говорил, что должна стать врачом. В конце седьмого класса я задумалась о такой профессии, но когда у нас в восьмом классе началась химия, я поняла, что это не мое направление, вот. И в классе девятом началось немного давление со стороны именно окружающих, потому что родственники, одноклассники, все начинают спрашивать, а куда ты собираешься поступать? Этот вопрос бесит? Да, это на самом деле да, потому что, ну, а ты на кого поступаешь? А ты в какой институт идешь? И, ну, ты как бы как-то отвечаешь все время всем, что я пока что не знаю, не определилась. Все такие, ой, ну ты еще не знаешь, а ты же уже в девятом классе, тебе же уже скоро поступать. Такие вопросы, они помогают как-то определиться? Мне кажется, только наоборот. Да, я думаю, что они не помогают, потому что от этого, ну, быстрее я решение точно не приняла, то есть все шло своим чередом. И вот так же в классе девятом начале я хотела, например, стать журналистом, я съездила на профильную смену масс-медиа. Вот, мне показалось, что это очень интересно, поскольку я люблю сниматься на камеру. Но вскоре после этого я поняла, что профессия журналиста кроет за собой также писать тексты, писать эссе, готовить большое количество материалов. И у меня на самом деле нет такой, наверное, нет такого таланта именно в написании таких материалов. Поэтому я как-то начала мыслить в другую сторону и поняла, что, наверное, профессия журналиста все-таки не мое, и мне нужно связать что-то с другим. Вот ты сейчас говоришь о том, что у меня, наверное, нет таланта. Это сложно было признать? Да, это было очень сложно, потому что я участвовала в олимпиадах. И, например, я не прошла в олимпиаде, это был, получается, первый этап. И после этого мне мама сказала, ну, конечно, у тебя нет, во-первых, опыта, то есть это нужно учиться. А мне казалось до этого, потому что я всегда хорошо писала и сочинения в школе, и все по литературе, и все вот это вот. И потом, когда мне сказали, когда я услышала это, я даже сначала это не приняла к себе, потому что у меня всегда были пятерки, у меня всегда в этом был успех. И потом я правда поняла, что посмотрела вот на работы других учеников, на работы выпускников, и поняла, что у меня, конечно, не такой уровень, что я, конечно, могу развиваться, но пока что все-таки это не мое. Довольно часто умение писать тексты преподносят как какой-то талант, который вот спустился с небес, или вот он у тебя есть или нет. Но это, ты понимаешь, это такой же скилл, который можно развить, если есть необходимость. Касательно моей мамы, она всегда меня видела в такой сфере, она всегда видела у меня юриста. То есть, ну, я как бы себя в этом не представляла, хотя вот предмет такой, как общество знаний и права, всегда являлся моим любимым. Но я как-то об этом даже не задумывалась. Смотри-ка, папа хотел направить в медицину, мама в юриспруденцию. Они там между собой спорили? Да нет, как бы они напрямую, ну, между собой об этом не разговаривали. Они лично со мной просто, если говорили. Было пару разговоров, ну так. Кстати, Лиль, как тебе кажется, почему очень многие родители хотят отправить своего ребенка в медицину? Я вот подозреваю, что это скорее наше желание, потому что мы понимаем, что мы и стареем, и нужно, чтобы был свой человек, чтобы подлечили, если что. Ну что ты, не раскрывай всех родительских секретов сейчас перед детьми. Ну, медики престижная профессия, да, и у нее же есть такой ореол действительно, ну, важности, это помощь другим людям. И очень хочется, ну, как бы сразу понять, что твой ребенок, он, ну как, несет какую-то пользу, да. И это сразу повод же гордиться своим ребенком. А кто у тебя ребенок? А у меня врач. О, все прям, сразу чувство гордости такое. Ты идешь с расправленными плечами, да, высоко поднятой головой, у тебя такой ребенок. И плюс еще, врач это очень понятная профессия. Да, согласна. Да, а сейчас много профессий, которые родителям непонятны. И поэтому очень сложно и родителям объяснить, и родителю себя в голове, ну, картинка же не складывается, чем он будет. СММ-специалист, с чем он там занимается, очень непонятно. И как, вот кто-то у меня спрашивает, кто у тебя ребенок? А я говорю, СММ-специалист? Или я говорю, врач? Ну, как бы, за какой момент мне больше гордости? Поэтому очень сложно. А мы, родители, действительно не знаем очень многих профессий, и нам сложно понять, что там они делают в этих профессиях. Поэтому мы направляем на те профессии, которые нам понятны. Ну, потому что понять что-то новое очень сложно. Итак, Варя, мама победила в этом споре. Я правильно понимаю? Я думаю, да, но это было, конечно, лично мое решение. И оно произошло прям по щелчку пальцев, можно сказать. Потому что я начала задумываться об этой профессии, о таком будущем. Я начала его рассматривать. Но точно пока что еще не было решено. Но в какой-то день, при разговоре с дядей, это решение было окончательно принято. Как же, как же это произошло? Он купил товар, вещи в магазине. Вот. Но ему не подошел фасон. И вот он мне рассказывает то, что он не собирается задавать фичь. То, что, ну как, он перенесет это в магазин. Ну, как-то. И он так и не пошел. Но в этот момент я сразу поняла, что он не прав. Потому что, согласно, например, статье «Закон о защите прав», потребитель может сдать товар в течение 14 дней, если он ему не пошел по цвету или по фасону. И то есть я поняла, что если мы знаем свои права, то нам, например, легче жить. И я в этот момент реально сказала, вот подошла к маме и сказала, мам, все, я хочу учиться на юридическое. Ты была права, да? Как мама отреагировала? Она сказала, да, я в тебя всегда видела юриста. Она сказала, что, ну, это мое. То есть, потому что я увлекаюсь обществознанием, правом. Я в гуманитарном классе учусь, поэтому у нас как раз направленность на эти предметы. Ну, собственно, я его буду сдавать на ЕГЭ, и на ОГЭ его сдавала. Это же очень сложно наблюдать, как ребенок мечется, а ты видишь его склонности прекрасно. Ты же его в течение всего детства растил, в конце концов, воспитывал. Знаешь, что он любит, знаешь, что у него хорошо получается. И, тем не менее, как вот вмешиваться, не вмешиваться в его метание. Ой, это очень сложно. Очень сложно. И я прекрасно понимаю родителей, которые говорят, ну, вот это же не твое. Ну, ведь у тебя вот это лучше получается. Ну, куда ты там идешь? То есть, ну, я уверена, что никто точно не со зла уж об этом говорят. Но это тот момент, когда, мне кажется, надо родителю вот дать эту возможность ребенку вот так вот, я не знаю, там, замолчать как-то там, закрыть рот и дать ему. Это, представляете, ведь это вполне возможно его первое самостоятельное решение. Они подошли к этому возрасту раньше, ну, когда там в 10, 11, 12 лет, кто самостоятельное решение принимает, да? А тут вот у них есть эта возможность, это первый этап взросления, становления такого. Вот здесь очень-очень важно родителю, да, разговаривать, да, предполагать, что-то, может быть, объяснять, давать возможность увидеть разные профессии, да, там, я не знаю, поговорить с друзьями, чтобы где-то что-то показали, какие есть профессии. Но все равно предоставить все-таки этот выбор ребенку. Ну вот давай мы... Это очень сложно, я прекрасно понимаю. Ну что, давай мы лично о тебе поговорим. Вот ты бизнес-тренер, специалист по современным профессиям. И у тебя есть сын, который тоже метался между разными направлениями. Насколько тебе лично было это тяжело? Мне было безумно тяжело. То есть я прекрасно, ну тоже я, и как специалист, я же прекрасно понимаю, что мой сын прекрасно пишет сочинения, у него хорошо идут иностранные языки, он красиво очень говорит, ну там гуманитарий, так сказать, с чистой воды. Он говорит, я иду в физмат-класс, и я буду сдавать физику и математику, я буду инженером. Конечно, просто волосы шевелятся на голове и думаешь, ну какой из тебя, прости, господи, инженер, да? Но как бы да, окей, да, пожалуйста, дополнительные занятия, да, пожалуйста, физика-математика, да, хорошо, отучился, поступил в Москву на бюджет на инженера. И через полгода было понятно, что просто либо это нервный срыв, либо забирать документы, потому что все, говорит, я не могу учиться, мне плохо от этих предметов. Ты смогла в этот момент удержаться? Да, вот я же говорила! Я смогла, я смогла, не сказала ничего, сказала. Лиля, я горжусь тобой. Я сама прям собой в тот момент тоже гордилась, потому что, конечно, очень хотелось сказать, послушала, вот теперь ты понимаешь, что твоя мама была права. Но нет, я сказала, все, окей, окей, забираем документы, все нормально, куда придумаешь, туда поступим дальше, все хорошо, у тебя есть время, ты молод, прекрасен, давай дальше будем пробовать. Ведь эти же ошибки или эти возможности поискать себя обходятся нам достаточно дорого и стоят совершенно определенную сумму денег. Да. Ну, слушайте, ну, уважаемые родители, а что делать? Ну, конечно, оно стоит. Тебе было жалко потраченного времени, денег, в конце концов. Да, конечно, он с бюджета перешел, поступил на платное обучение. Конечно, мне было жалко. Но, но я же вижу, с каким счастьем он учится, с каким удовольствием он учится. Ну, я понимаю, что это, ну, не знаю, если так рассуждать, да, мой вклад в то, что мой ребенок будет счастлив. Но ради этого, мне кажется, очень много стоит перетерпеть, где-то там чуть-чуть помолчать. Потому что, если вы увидите те результаты, которые дает то, что ребенок сам принимает решение, вы прям поймете, как это здорово, что вы ему дали такую возможность. Это какое-то прям счастье, когда вы видите, что ребенок сам принял решение, сам потом вышел на какой-то результат, и он доволен, и он счастлив. Ну, это, вот ради этого, да, стоит. Если оно что-то не получится, будет плохое, потом его принять, снова поддержать и снова дать ему возможности. Алина, расскажи, пожалуйста, на твое самостоятельное решение кто-нибудь пытается надавить? Мне с самого детства говорили, что я умный, одаренный ребенок, потому что у меня из начальной школы хорошие оценки, там, лучше успеваю в классе, в девятой классе закончила с красным аттестатом. Вот. И мне с детства говорили, что я должна пойти на высшее образование. В детстве я хотела быть врачом, ветеринаром. Но лет в семь мне эту мечту разрушили тем, что сказали, что я буду отвечать за смертью животных. Мне стало страшно, ребенка напугали, и, в общем, я отложила идею быть врачом, в принципе, до лучших времен. В классе в восьмом я задумалась о том, чтобы стать психологом. Я начала даже готовиться к биологии, начала ее учить, поняла, что биология – это совершенно не мое. И как психологию я понимаю, а биологию – нет. И я не смогу сдать ее ни на ОГЭ, ни на ЕГЭ. Вот я у каждого из вас слышу вот эту нотку. Я начал изучать что-то или начала что-то сложное. И сразу понял, что это не мое. Вот, может быть, это все-таки какое-то нежелание приложить усилия, нет? Нет. Проявить волю, в конце концов. Я долгое время занималась биологией, наверное, около года. И я поняла, что за целый год я буквально могу решить там заданий 10, и этого не хватит явно для того, чтобы поступить на бюджет. Почему, в какой момент мы считаем, что мы обязательно, наши дети, должны преодолеть какие-то трудности? Ну, Лиля, ну вообще-то трудности надо преодолевать. Хорошо, хорошо. Давай скажем, что нет вообще-то ни одной профессии, где не надо будет преодолевать трудности. Конечно, конечно, всегда, чтобы там чего-то достичь, большего, лучшего, надо будет учиться, надо будет преодолевать какие-то там, да, препятствия. Но вот почему-то всех очень сильно пугает вот этот момент, что вот, ну, надо действительно, давай там еще годочек, давай потерпи, ну-ка давай вгрызись еще раз в эту химию там или биологию. Мы действуем, на мой взгляд, из ситуации того, что у нас есть что-то, что у нас получается, а есть что-то, что не очень получается. И вот чтобы стать молодцом, ну, так образно говоря, нам надо подтянуть то, что у нас не получается. И тогда, смотрите-ка, у нас все будет получаться, да? Это не совсем, на мой взгляд, и как подтверждают многие исследования, это не совсем правильно. Вот у нас есть то, что у нас получается. Нам надо вложить наши силы в то, чтобы еще лучше изучать то, что у нас хорошо получается. У нас есть на это мотивация, у нас же это хорошо получается. У нас есть на это силы, потому что мы видим наш результат, и это нас вдохновляет. И тогда, ну, по исследованиям, да, результаты нашей деятельности на 20% выше, чем если мы пытаемся подтянуть то, что у нас не очень хорошо получается. И вот если из этой теории исходить, она известна, это теория талантов, и я думаю, что тогда и по-другому у нас будет где-то, ну, и общий какой-то фон, я не знаю, там атмосфера что ли. Что ж нам всем-то надо обязательно прям вот вгрызаться-то куда-то, в зубы стискивать. Мы в другое немножечко время, да, росли. И мне кажется, это наша такая особенность. Мы действительно очень много сжимали зубы, очень много куда-то вгрызались. Но мы по-другому растили наших детей, да, мы их водили за ручку там в первый класс. Мы все готовы сделать для вас, чтобы вам было комфортнее и хорошо. Ну, давайте и примем тогда то, чтобы они не вгрызались, не мучились, не преодолевали вот этот вот ужасный преодолеть себя. Давайте, там еще не получается физика, ничего страшного, давай, еще 25 репетиторов тебе, наверняка поймешь когда-то. Но это издевательство. И так Алина решила не взгрызаться в биологию. Что было потом? Я поняла, что я долгое время могу хорошо заниматься обществом, правом, экономикой и так далее. Я посмотрела на в целом ситуацию в мире и в стране и подумала о том, чтобы пойти в политическую сферу и поступить в Российскую Академию Народного Хозяйства и Государственной Службы при президенте, то есть Франфикс, на муниципальное и государственное управление. Пока что я в целом планирую поступать туда, но также параллельно я собираюсь подавать документы на журналиста, на преподавателя китайского языка. Я считаю политикой, наверное, политику точнее, своей главной сферой, и я сейчас больше начинаю заниматься именно в ней, в медиапространстве, начинать собирать опыт, как этим всем заниматься. В начале 10 класса у меня также были мысли о том, что я зря пошла дальше, и с красным десантом я могла поступить куда угодно, без каких-либо трудностей на бюджет. Вот, я долгое время подумывала о том, что стоило пойти в культпросветучилище на художника, потому что я параллельно занимаюсь также рисованием. Я тебя слушаю и думаю о том, как сложно человеку, у которого много талантов. Вот когда талант ярко выраженный один, то там как-то попроще. Понятно, что получается именно это. А здесь видно, что тебе нравится и одно, и другое, и третье, и получается все достаточно равномерно хорошо. Да, с этим реально сложно определиться, потому что много со стороны давят, говорят, что вот у тебя хорошо получается это, иди туда, у тебя хорошо получается это, иди туда. А кто давит, Алина? Учителя. Родители мне всегда говорили, что куда я сама захочу поступить, туда я и пойду. Может быть, они просто советуют, а ты воспринимаешь это как давление? Ну, может быть, но иногда это прям очень сильно выражено. Еще также напрягает тема с учителями и с ЕГЭ, которые начинают говорить о том, что вот вы не сдадите, вы плохо сдадите, вы не готовитесь. То есть отрицательный прогноз. Да, все учителя так говорят, это и девятый класс, и десятый, и одиннадцатый, по-моему, даже начиная с восьмого. Мне кажется, что дети в какой-то момент начинают это воспринимать как белый шум. Определенно, к десятому классу уже меньше на это обращаешь внимание, но все равно какое-никакое давление имеется. Думала ли ты о том, чтобы сделать какое-то из своих хобби, своей профессии? Я думаю, пойти в художников, либо в фотографов. То есть как раз-таки, если у меня не получится всем остальным, либо я буду работать параллельно. Допустим, на фрилансе продавать, там, заниматься дизайном, разрабатывать картинки, там, всякие логотипы для кофейн, может быть, ну, то есть на фрилансе, что купят. А есть ли у тебя уже опыт такой работы? Есть. Я периодически могу продать пару своих картинок, которые сейчас рисую. Где-то еще ты пробовала работать? Нет, я пока что не работаю именно как в патрульовой книжке, там, и так далее, только вот на фрилансе и в интернете. А летом, например? Летом? Пойти, например, куда-то в общепит, не знаю, в теплицы, на завод? Я думала, конечно, об этом, но я решила, что я лучше это лето потрачу на лучшую подготовку к экзаменам, чтобы уже там с первого курса начать работать либо частично по профессии, либо параллельно где-то в таких более приземленных местах, которые можно подросткам. Я знаю, что подросткам устроиться на работу достаточно сложно. Вот если бы была возможность поработать неделю в одной сфере, неделю в другой сфере, вы бы ее использовали? Ну, я бы пошла в те сферы, в которых собираюсь работать, то есть как раз-таки, допустим, если бы была такая возможность пойти посмотреть, как работают политики, то есть что они конкретно делают внутри их кухни, то как происходит работа там, допустим, в управлении, в администрации, в министерствах и так далее. Это было бы интересно. Какая, в общем-то, смелая мечта, я бы сказала, потому что мы, когда пытаемся подростков трудоустроить, ну, пусть он пойдет что-нибудь, пособирает колесики какие-нибудь или кусты пойдет, подстрежет, но вот на молодежной бирже трудоточнее таких вакансий Министерства экономики, например, Калужской области. Да, но посмотреть именно как в рамках профориентации даже это было бы интересно. Я думаю, такое устроить было бы очень полезно для многих школьников, которые хотят пойти в ту сферу. У нас в школе проводились профориентационные работы, благодаря которым тоже каждый мог что-то для себя открыть. Это какие, например? К нам, получается, приходили выпускники наших школ, которые, например, устроились уже учиться в высших учебных заведениях, рассказывали, как туда поступить, например, по олимпиадам, рассказывали о направлениях, что сдавали, какие олимпиады лучше выбирать, как готовились к предметам, в общем, вот такое. Я правильно понимаю, что это ценно на контрасте с учителями? То есть учителя запугивают, а тут пришел живой, здоровый человек, который недавно сдавал ЕГЭ и остался жив. И все с ним хорошо. Правильно? Не, ну просто мы увидели, как бы, что все на самом деле, все нормально. Тем более, если готовиться за определенное количество времени, то можно сдать еще лучше и поступить на хорошие места, в хорошие институты. Давай все-таки вот к твоему трудовому опыту вернемся. Он у тебя есть хоть какой-нибудь? Ну, трудового опыта у меня еще пока не было. Я планирую, когда при поступлении в институт, уже где-то начать подрабатывать. Сейчас пока что в ближайшее время, ну, я летом, например, не смогу подрабатывать, потому что я буду готовиться к ЕГЭ. Ну, а в институте планирую, да, что-то подыскать. Ты бы хотела по своей специальности уже? Ну да, я хотела бы, чтобы с этим направлением именно, чтобы что-то было связано с юридическим факультетом. Потому что я знаю, что многие вузы сотрудничают с местами работы, где работодатели приглашают на работу выдающихся студентов, там, учеников, и принимают их на работу. Потому что, например, джуги-работодатели очень часто есть такая проблема, что не берут молодежь на работу, поскольку нуждаются более квалифицированных специалистов с опытом. Молодежь не вызывает такого доверия. Да, и возникает вот тот самый замкнутый круг. То есть хотят специалистов с опытом, а чтобы получить этот опыт, нужно работать. А тебя не берут, потому что ты без опыта. Да, ну, молодежь сама должна, конечно, тоже проявлять инициативу, я считаю, в трудоустройстве. Никита, а вот ты до того, как ты забрал документы из школы и отправился пробовать жизнь, пытался ли ты работать на каникулах или, может быть, в течение учебного года? На каникулах я пробовал работать. Листовки раздавал потом, там, где вот есть ларьки с мороженым, там, то, что мороженого делать. Ну, вот так вот, то есть везде просто по чуть-чуть пробовал. Тебе не хотелось, чтобы вот что-то посерьезнее, может быть? Хочется как бы одновременно всего, но как бы понимаешь то, что все и сразу никогда не получится. На самом деле было интересно, как работают с продажами. То есть я хотел, ну, и, в принципе, сейчас еще думаю по поводу коммерции, чтобы поступать. Интересно, как это все происходит на деле. Знаете, на что я обратила внимание? Вы прекрасные ребята, мечты у вас значимые, но никто не хочет профессию поближе к жизни, то есть чтобы делать что-то руками. То есть никто не сказал, что я хочу быть медсестрой, я хочу уметь конструировать и шить одежду, или я хочу быть электриком, сантехником. То есть вот что-то такое абсолютно приземленное, земное, то, что нужно будет всегда. Я считаю, что как раз-таки юристы всегда будут нужны в любой сфере, то есть в любом предприятии нужны будут юристы, также, ну, можно потом адвокатом стать. Я когда-то задумывался по поводу медицинского образования. У меня сестра, получается, она после 9-го закончила медицинский колледж, она работает. Я когда-то думал тоже по поводу того, чтобы пойти в медицинский. Не приходил, например, к ней в больницу? Посмотреть, просто вот саму обстановку? Ну, так просто заходил, но я потом подумал, я послушал ее, то есть как бы как, что на деле происходит, и понял то, что медицинский, допустим, точно не для меня. То есть нет, я не смогу работать в медицинском. Почему? Мне интересно. Было бы странно, если бы люди хотели пойти туда, где неинтересно им. Это правда. Мы понимаем, что у нас сейчас по-другому мыслит молодежь, и да, она мыслит вот так. Но давайте посмотрим точно так же, как молодежь после 30 лет, да, после 35 лет приходит к другим профессиям. И то, что сейчас профессия не выбирается одна на всю жизнь, я думаю, вот в этом тоже, ну, такой, может быть, будет виток и таких прикладных профессий. Просто пусть это придет в какое-то свое время. Да, ну, не пойдет сейчас молодежь, там, 18-летний, там, может быть, молодой человек в сантехнике или там слесаря еще что-то. Но вообще прям однозначно такое возможно, когда им будет 30 лет, там, 35, он скажет, я вот здесь вот, мне было хорошо, я тут потусил, поездил, был СММ, было весело, прекрасно, а сейчас мне так хорошо, что я вот делаю вот что-то такое. Сейчас, кстати, довольно много таких историй, когда люди, например, из маркетинга, из продаж уходят и занимаются, например, септиками, становятся электриками, сантехниками и чувствуют себя прекрасно и, кстати, даже и зарабатывают больше. Какие-то этапы надо пройти. И просто не надо сейчас молодежь загонять сразу вот в этот этап, который, ну, по идее, по основам, там, психологии, физиологии должен приходить чуть попозже. Ну, пусть они вот этот пройдут. Да, сложно принять это, но вот понять, отпустить и простить. Я обратила внимание на то, что каждый из вас упомянул, что испытывал это давление по поводу необходимости определиться с каким-то там будущим, о котором вы еще, в общем-то, понятия не имеете. Но что на самом деле помогает определиться? Мне, наверное, помогло, что моя мама верила, что я сама смогу найти свой путь, на кого поступать, на кого учиться. Когда человек в тебя верит, что ты лично сам справишься, сможешь выбрать, это дает силы. И вот мама такая, я не сомневалась, что ты справишься. И думаю, это помогло мне. Когда идет поддержка, тебе не страшно сделать неправильный выбор. То есть, если тебя поддерживают, то и ты понимаешь то, что если ты не сделаешь правильный выбор, то ты сможешь потом изменить его что-то. То есть, еще времени предостаточно, как бы не так страшно. И, наверное, просто помогает то, что нету страха. Опыт, я думаю, то есть, как раз такие профессионные какие-то занятия и так далее, общение с людьми, которые завязаны в этой профессии, поиск информации, допустим, в интернете, общение с родственниками, поддержка со стороны, это все вместе складывается. И тогда человек в таких условиях полностью может выбрать то, что ему нравится и то, что ему будет в чем комфортно заниматься. То есть, любой опыт – это опыт. И если человек сделает даже неправильный выбор, он всегда будет читать это опытом, своим навыки будет иметь. И то есть, это все равно может помочь ему в жизни в любой момент. Мне кажется, будет очень здорово, если в это время родители смогут своим детям говорить такие фразы. «Я хочу тебе помочь. Чем я могу тебе помочь?» Ну, прямо вот задать этот вопрос. И мне кажется, что ребенок сможет ответить там, я не знаю, познакомь меня с какой-то профессией или дай мне подумать, да, чем я могу помочь. Что я могу сделать для тебя, чтобы тебе было легче сделать свой выбор? Какой поддержки ты ждал бы от меня? Задайте этот вопрос своим детям, поверьте, они дадут вам очень конкретные ответы, и вы поймете, как вы можете поддержать своего ребенка. Ребята, спасибо вам большое за ваши истории и спасибо вашим родителям. Всем желаю удачи на избранном пути. Ну, а мы, родители, давайте помнить о том, что лучшие решения о своем будущем дети принимают из свободы и доверия, а не из страха. И давайте на этом сегодня поставим точку. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...